Долгий сезон напряженной работы, бессонных ночей, бесконечного креатива с одной целью – рассмешить искушенных и не очень зрителей и взыскательное жюри. 6 ноября долгожданная битва за кубок состоялась. Сына, ты не чувствуешь себя ложкой тегти? Финалисты Лиги КВНКФУ прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, но добились главного – желанного права побороться за звание чемпионов. Через тернии к звездам дошли 4 команды – Киви, Вассерман, СНГ и Пятница, у каждой из которых были серьезные заявки на победу и поддержка зрителей. Я болею за команду КВН-Пятница. Мы болеем за всех. Я болею за вас, Вассерман. За СНГ. Я болею за Киви. Невероятно смешные шутки, креативное видео, прекрасные музыкальные номера и главная интрига – кто же победит? Об этом мы поинтересовались у главных фаворитов вечера. Пусть победит самая смешная команда. Вассерман. Мы за хорошую игру, короче. От любимых команд не отставали и зрители, которые традиционно были активными болельщиками и участниками процесса. Сдавали вопросы из зала в разминке. А левый сектор развлекала активная девочка, которую на церемонии награждения поощрили подарком. Настолько она очаровала публику. Пока у нас есть такие зрители, КВН будет жить. Держи. На протяжении всей игры фавориты менялись, причем очень круто. То команда лидировала, то уходила в аутсайдеры. В общем, абсолютно непредсказуемо, ведь члены жюри были хоть и самыми справедливыми, но и достаточно твердыми в решениях. В финале каждый ушел с наградой. СНГ с третьим местом, Вассерман и со вторым. А Пятница и Киви стали чемпионами. Замечательно, что две команды победители за финал КВНКФУ. Мы очень счастливы. Я растрогалась, а я плачу, потому что все это закончилось. Лига КВНКФУ – первый шаг для студентов в большой мир самой веселой студенческой игры. И мы поздравляем ребят с заслуженной победой. Евгения Шевченко, Леонар Довлетьяров. Специально для Универ Ньюз. Редактор субтитров А.Семкин